Мы начинаем. Я рад вас приветствовать на совместном вебинаре Retail.ru и Ассоциации независимых директоров, посвященные теме экспертных советов и их влияния на бизнес. Участники этого вебинара это будут Сергей Леонов, он директор по развитию «Хороший выбор» и также сооснователь Альянса региональных ритейлеров Игорь Розанов. Это член дебилетного совета Ассоциации профессиональных директоров. И о себе я расскажу чуть позже. Меня зовут Алексей Соколов. Я являюсь председателем совета директоров стратегического Альянса Редияр, независимым директором в нескольких компаниях «Париж Классикл», во Франции «Майден Машин» – это стартап в России. Я также субпредседатель фонда АНД и генеральный директор концертинговой компании «Евас Ритейл Солюшенс». В прошлом я провел 13 лет строя Леруа Мерлен в России, в том числе в консультативном совете, и мы чуть позже поговорим о том, что это такое, а также в Леруа Мерлен Франции. Тут небольшие технические сложности с переключением, видимо, почему-то не идет следующий слайд. Формат нашего вебинара будет следующим. Я вам расскажу про экспертные советы и про то, как они строятся, и как работать с этим форматом в компаниях. Далее выступит Сергей Леонов, далее Игорь Розанов, и затем мы сможем устроить небольшую дискуссию спикеров, и самое главное – ответить на ваши вопросы. Поэтому предлагаю начать. И начну я с слайда информации, которую не так давно в эфире «Ритейл.ру» поделился с нами наш коллега Иван Федяков, генеральный директор Инфолайн. И этот слайд очень интересен тем, что он показывает несколько важных фактов рынка, в данном случае FMCG. Но в целом это тренд общий, и он касается также и DIY. Мы видим, что различные кризисы и за последние 20 лет рост рынка всегда являлись толчками для изменений. И Иван очень хорошо там описывает, если вы посмотрите справа, в 2014-2016 году началась вот эта сильная конкуренция федеральных ритейлеров с региональными, активный акцент на формат у дома. Далее мы стали замечать, что появляются платформы и экосистемы. По большому счету, и нынешний кризис, связанный с COVID-19, но главное – изоляцией и экономическим спадом, на который влияет то, что многие ритейлеры попросту не могут работать, в том, что закрыты границы, в том, что цена нефть такая небольшая, она дала очень сильный виток по скорости для нас, и по сути она будет формировать новый рынок. Я уверен, и прошлое это также показывает, что всегда был прирост после этого, поэтому это будут возможности, но в изменившихся реальные. Эти новые потребности потребуют от нас с вами новых решений. Итак, несколько слайдов о том, чтобы пытаться представить себе, что будет и что такое ритейл будет завтра. Я, наверное, ничего нового не скажу, это скорее больше итог наблюдений меня и моих коллег. Мы увидели, что экономическое давление, которое сейчас происходит, дало очень резкое ускорение многим процессам. Это заставило пройти стресс-тест, по большому счету, наших компаний из разных сфер, особенно тех, кто столкнулся с закрытиями своих площадок и торговых площадей, но и также тех, кто не закрылся, вот, например, продуктовый ритейл и FMCG работает, но, естественно, давление большое. И вот эти сдвиги, они касаются, в первую очередь, торговли, потому что мы видим ограничения по пропускной способности, по логистическим параметрам, по привычкам покупателей, которые уже сейчас меняются и сильно растут с точки зрения требования и то, что мы им предоставляем. Абсолютно невероятный альянс между ритейлерами, ресторанами, кафе-службами различными, которые сделались, причем надо подчеркнуть, в особо сжатые сроки. Это все бизнес-стандарты, новые бизнес-стандарты, которые говорят о том, что у нас новый, по сути, оффлайн, и он будет новый, когда полностью откроется поток покупателей. И у нас будет также новый онлайн, потому что он вырос у всех, и даже у тех, кто скептически был настроен, у кого не получалось. Все теперь здесь, теперь в онлайне. И эта тенденция, даже если она вынужденная, она развила очень сильно наши навыки. И она четко показала, что конкурировать мы будем немножко по-другому. Смещение между каналами произошло, и консолидация вот этих наших различных форматов, которые были, она будет развиваться. Что это значит? Означает, это для меня в первую очередь то, что бизнес, по сути, встал в тиски. И торговые сети, когда я говорю бизнес, это в торговые сети, в первую очередь, встали в тиски между факторами конкурентов, нового клиентского опыта, компетенциями, которые требуются от этих компаний в новых сферах, иногда больше в онлайне, иногда в совмещении в омниканальной торговле, с давлением акционеров, которые увидели и которые видят уже на протяжении нескольких лет, потому что рентабельность и маржинальность бизнеса находятся под сильным давлением. И все это ставит нас перед жестким требованием вскоре, и многие уже начали разрабатывать новые стратегии на 2021-2023 год. И ответ, который мы должны будем дать, он лежит, естественно, в сфере вот этих четырех факторов. Они заставят компании двигаться и самоорганизовываться по-другому. Один из способов самоорганизации для того, чтобы привлечь новое видение и новую экспертизу, это экспертный совет. То, о чем речь пойдет во всем, в течение всего эфира, по-английски эта штука называется «advisor report», что это такое? Это собрание экспертов с хорошей знанием индустрии, иногда непрофильное причем. Я вам приведу чуть позже несколько примеров на этот счет. Люди, которые за счет своего опыта и знаний своих сфер сформировались для себя прочные связи, у которых есть репутация, которые способны влиять на PR-компанию, как и на PR-имидж свой, а также для тех, для кого они работают. И это люди, которые способны вовлечься в другие компании, потому что я напомню, что экспертный совет и адвайзер, советник так называемый, он не является сотрудником компании. Я, как независимый директор, не являюсь сотрудником предприятий, в которых я работаю. Мы сотрудничаем в другой плоскости, и об этом мы сейчас с вами именно проговорим. Но до этого для чего он нужен? Для того, чтобы вытащить бизнес и дать ему инструменты в тех самых тисках, на которых он находится, давлении внешних факторов, внутренних возможностей и ответов на будущее, которые нужно дать, экспертный совет, как и совет директоров, в формальном смысле слова, для публичных компаний, он управляет стратегией развития компании. Это опыт, мудрость и компетенции всех лет советников, стажа советников, которые приходят к вам помогать. Этот орган помогает контролировать и сопровождать, мне больше даже нравится слово сопровождать, менеджмент, потому что не всегда, когда мы являемся еще не очень большой компанией, мы имеем возможность привлечь так просто дорогостоящего специалиста, потому что иногда он стоит просто дорого, а также он иногда просто не хочет к нам идти. С этим мы сталкиваемся тоже часто. И это позволяет повышать устойчивость бизнеса. И очень важная вещь также – это ответственность перед компанией у адвайзеров и акционеров. Будучи внешними сотрудниками, они не имеют, с одной стороны, обязательств компании, что хорошо, потому что они имеют право быть спарринг-партнером, обогащать, спорить и правильно противостоять каким-то идеям для того, чтобы решения были более взвешенные, более эффективные, учитывая все стандарты бизнеса. Советник, как эксперт, как в своей области, и, как я говорил, не обязательно в своей, именно не обязательно это из ритейла, если мы компания ритейлинговая, он может быть в области финансов, он может быть в области слияния, поглощения, продажи компаний, аудита, маркетинга в других сферах. Но он именно призван дать ту компетенцию, которой может не хватать на сегодня в компании. Человек, который имеет частичную занятость, он посвятит вашей компании от нескольких часов до нескольких дней в месяц, в зависимости от того, какая задача перед ним стоит. Это всегда человек, который долгосрочно вовлечен в бизнес. Это человек, который, в принципе, может быть нацелен на результат с помощью премий различных, но, главным образом, его доход не должен исключительно зависеть от результатов. У него нужно максимально стирать, и это то, чему обучают этих людей по опыту и по практическим знаниям, их обучают стирать границы зависимости от компании. Он должен иметь возможность сказать «нет» или дать свое мнение, несмотря на то, что краткосрочно этот бонус, который может перед ним светиться, быть ему интересен. Эти люди являются подотчетными перед собственниками. Это очень важный термин. Подотчетность значит не то, что он перед ним, от него зависит, а то, что он обязан работать правильно и корректно. Откуда взялись адвайзеры, откуда взялось такое направление сотрудничества с компаниями? В странах со зрелой экономикой, будь особенно Соединенные Королевства, Соединенные Штаты Америки, Европа – это те страны, где понятие «совет директоров» или «консультативные советы», то есть любой коллегиальный орган, появляется с того момента, как компания открыла свой расчетный счет в банке. Далее, в России и в других странах, которые можно называть развивающимися в данном случае, и перенимающими так или иначе циклы экономического развития стран с созрелой рыночной экономикой, начали с 2000-х годов приблизительно привлекать независимых директоров. Есть кодекс корпоративного управления, изданный Банком России и скопированный с английского документа, который обязывает публичные компании, ПАО, то есть которые котируются на бирже, в размере 30% иметь в своем штате совета директоров, независимых директоров. Но в России в свете быстрого развития, в сфере сильной вовлеченности собственников до сегодняшнего момента, естественно, коллегиальное управление не столь быстро развивалось, потому что оно ассоциировалось иногда с стилем ведения бизнеса, прямым достаточно и сильно вовлеченным работающих акционеров, и схемами быстрого роста, которые могли применяться в компанию. А нужен этот инструмент по нескольким причинам. Во-первых, он может потребоваться в обязательном порядке, это просто уже обязательно будет, если компания готовится к продаже или к входу крупного инвестора в свой капитал, либо, предположим, что он готовится к выходу на бирже, я желаю тоже максимальному количеству компаний. Это собственнику помогает усилить стратегическое планирование новым взглядом, с компетенциями и опытом тех советников, которые он привлекает. Экспертный совет лучше работает, чем формальный совет директоров, потому что он менее структурированный, он менее бюрократичен с точки зрения формальности и формализованности проведения. То есть он, по сути, концентрирован на те задачи, которые ему ставятся компании, и те задачи, которые он разработал вместе с правлением, то есть топ-менеджментом компании, в которой он работает. Эта возможность также, как я говорил, иметь независимое мнение при нескольких акционерах. Это очень важный пункт. Многие компании имеют нескольких акционеров, нескольких собственников. По мере взросления бизнеса, по мере усталости от бизнеса, от акционеров, по мере желания различными способами из этого бизнеса потихонечку выходить, чтобы больше наслаждаться жизнью или просто отойти от операционки, коллегиальное управление и также консультативный совет является для этого хорошей возможностью. Если это стартап, то он может пользоваться этим, чтобы выйти на международные рынки, привлекая в свои ряды экспертов, знающих, как это сделать, и сделавших это уже в прошлом. Когда я работаю с собственниками, и когда мы общаемся на предмет преимущества создания советов, самый частый ответ от собственников в том, что ему не нужен совет. Когда мы говорим с генеральными директорами, ответ точно такой же, как ни странно. И очень долго я и мои коллеги из ассоциации независимых директоров, мы разбирались, почему это может так происходить. И тут, конечно же, есть пункты страха. Страха потерять, потерять контроль над бизнесом, внедрить туда новых людей, раскрыть информацию. Иногда вовлечь и, соответственно, быть вынужденным раскрыть схемы оптимизации налогообложения или другой организации абсолютно нормальной пока для российского бизнеса, но которую потихонечку государство в том числе пытается искоренить. Но тем не менее страхи появляются. Сложные отношения акционеров и их страх в том, что кто-то из независимых директоров будет скорее на стороне одного, а не другого, имеют реальность. Работающие акционеры и их ощущение, что они создали этот бизнес, они лучше, чем кто-либо знает, как работать, какие решения принимать, что хорошо, что плохо, тоже, естественно, является ограничением. И я бы добавил, что есть очень сильное в реальности сопротивление от топ-менеджмента, который тоже еще по, может быть, недостаточности опыта не до конца понимает все преимущества работы в таком коллегиальном формате. То есть когда привлекается советник с дополнительными компетенциями, иногда это воспринимается как критика в сторону моей собственной компетенции, когда я являюсь генеральным директором, но тут тоже я приведу вам примеры того, что, во-первых, эти люди не заинтересованы в конкуренции с генеральным директором, они не хотят, и это не их работа, не их задача стать вместо генерального директора у руля компании, и им интересны более стратегические вопросы, им интересно, наоборот, поддержать и развить топ-менеджментом для того, чтобы у него получилось. Но вот это отношение открытости, оно, естественно, строится не просто и не сразу. Но когда оно строится, оно получается очень хорошо. Как теперь мы можем привлекать? Обычно привлекаем экспертизу дополнительную в наш бизнес. По сути, есть три больших и самых таких классических варианта. Первое – собственный сотрудник. То есть мы берем что-то от кого-то, мы привлекаемся к консультанта, или мы обращаемся к советнику. Плюсы и минусы на экране, как вы видите, и, конечно же, самый, наверное, привычный нам вариант – это нанять на работу сотрудника, он это успокаивает, он наш, мы его контролируем, мы знаем каждый день, где он находится, что он делает, мы его легко интегрируем в структуру, думаем или надеемся о том, что он секреты никому не раскроет. Но есть ограничения. В зависимости от реноме компании, от того, что она из себя представляет, какие у нее перспективы, где она находится географически в том числе, мы можем видеть и наблюдать, что не так активно к нам идут лучшие специалисты. Это реально становится проблемой, когда мы хотим расти быстро. Нужны опытные и знающие, а они дорогие, и они не хотят у нас работать. То есть консультанты, они точечные, это очень классное, быстрое, гибкое решение, но у них стоимость, если ее сравнивать с остальными вариантами, дороже, мы это знаем. У них идет акцент на точечный фокус бизнеса, у них есть ответственность за ту часть бизнеса, которую они ведут, но нет ответственности глобально. И ими сложно управлять, потому что, по сути, они, по-настоящему данному, независимые. Работу сделали, и в принципе, все. Репутация играет, конечно же, роль, и это важно. Я не критикую коллег-консультантов, сам иногда консультирую, просто это другой подход. Советник по определению должен встраиваться в работу компании на долгосрочной основе. То есть минимальный контракт, который я рекомендую, и который хорошо работает по международной практике, и по-российски в том числе, улучшить, это минимум 12 месяцев. Его полномочия могут проявляться. Это люди сегодня через, в том числе, правовые документы, как вы видели, если это формальный совет директоров, в случае по телевидению и в новостях, они привлекаются к субсидиарной ответственности за те решения, которые они неправильно принимают, если это формальный совет директоров. То есть их ответственность намного больше. Но самое главное, что они привлекаются на время, и он может быть в одной компании действующим сотрудником и параллельно продавать свою комплексную экспертизу в другой компании, но несколько часов в месяц, может быть, там несколько дней. И, соответственно, пропорционально он стоит намного дороже. Если взять пример сотрудника, который топ-менеджер крупной компании в ритейле, который стоит один или несколько миллионов рублей, то если привлекать его на одну пятую, на одну десятую этой стоимости, то этот человек вам будет стоить от 100 до 200 тысяч в месяц. Хотя это будет тот же самый топ-менеджер, и его взгляд, знания для вас будут доступны, если вы захотите их услышать, конечно же. Мы посмотрели, чем отличается адвайзер, я не буду сильно на этом останавливаться. Расскажу скорее о том, как построить совет адвайзеров, и зачем, и когда это нужно делать. Когда? Во-первых, чем раньше, тем лучше. Во-вторых, потому что это происходит не совсем быстро. В первую очередь, к компании нужно привыкнуть, человека нужно ввести в курс дела, и для того, чтобы начинать друг другу доверять, потребуется работа от каждого. Кого привлекать? Мы в фонде директоров, ассоциации независимых директоров, мы рекомендуем всегда ориентироваться на гибридного человека, у которого есть, во-первых, успешный опыт, во-вторых, опыт в количестве лет, во-вторых, его, та компания, в которой он работает. Возьмем пример тех, кто работал у международных ритейлеров. Это безусловный плюс, я думаю, для развития любой русской сети, потому что этот рынок, он движим и будет движим завтра опытом американских и европейских ритейлеров. Мы копируем и азиатских завтра. Мы копируем их опыт, мы работаем, по большому счету, принимая их стандарты. И люди, которые проработали в этой структуре давно и долго, имеют безусловное преимущество, чтобы это вложить в средний и малый русский бизнес, для того, чтобы сделать более прозрачным, более привлекательным, более дорогим, по сути, и более эффективным. Вот привлекается он, я вам сказал, в комбинации денег и опцион. Это в данном случае опцион касается стартапов, конечно же, исключительно, потому что они способны наименьшим образом платить большие деньги с точки зрения заработной платы. Но в целом советник стартапа, пример, который я привел, который я могу озвучить, я озвучил не так давно на другой конференции, это от 1000 до 2000 долларов и небольшая доля от компании. Если это говорить не о стартапе, то это люди, которые стоят от 150 тысяч в месяц и, может быть, чуть больше, они способны обеспечить свою увлеченность. Если мы организуем совет адвайзеров, я рекомендую проводить эти советы минимум раз в квартал. Желательно, я бы сказал, даже для экспертов раз в месяц. Необходима хорошая подготовка этих встреч со стороны компании в том числе. То есть этого советника нужно первоначально вовлечь в компанию, провести его по компании, по объектам, по процессам, для того, чтобы он познакомился детально со всем и со всеми. И перед каждой встречей материалы, которые выданы на рассмотрение, должны быть тщательно подготовлены, потому что его мнение будет тем лучше, чем работа, это было проведено. Но и также этого человека можно использовать для этой подготовки, для того, чтобы менеджмент компании учились работать и учились это передавать. И я подчеркиваю, важно не только их привлечь, но и нужно их активно использовать. Это люди, которые имеют связи, которые желают делиться, которые имеют большие знания, и которые готовы вам их отдать, если вы на это уделите время и будете слушать. Этим людям интересно, как и мне, собственно, делать эту работу, чтобы их слушали. Мне интересно просто прийти как консультант и рассказать, как это нужно делать, и потом забыть о том, сделано это или вовсе не сделано. Интересный результат, потому что оценка и рейтинг этого адвайзера зависит тоже от тех решений, которые были им воплощены в жизни, и компании, которые им сопровождаются. Несколько слов о том, что такое корпоративное управление. Для того, чтобы закрепить вот это понимание, у нас есть два больших, самых распространенных состояния бизнеса. Все знают, что есть крупный бизнес, у кого есть совет директоров. Мы это слышим от «Газпрома», до «Роснефти» и нескольких других компаний. «Магнит», например, видим, что они меняют состав своего совета. Недавно они взяли команду из «Ламоды» для того, чтобы привлечь. В принципе, какое отношение имеет «Ламода» и «ФМСГ». Мы понимаем, для какой компетенции они взяли вот этого специалиста для того, чтобы развивать свой мникональный опыт и IT, инновационное направление. В реальности в бизнесе мы имеем в основном управление собственником, который более или менее близко. Собственник, его генеральный директор или несколько директоров, который фактически работает заместителем собственника, принимает и воплощает в жизнь все идеи, мысли, которые у собственника и являются. Для того, чтобы построить вот этот мост, которым является коллегиальное управление, корпоративное управление и, по сути, совет адвайзеров – это следующий этап. Это когда мы добавляем к собственнику советника и потихонечку начинаем тренироваться, принимать решения вместе, слушать внешний взгляд, впрыскивать быстро, оперативно, точечную компетенцию, чтобы дать ускорение бизнесу, а не ждать, пока мы естественным образом научим своих сотрудников, пока они вовлекутся, проникнутся тем направлениям, которые мы имеем. Это очень хорошее дополнение и возможность для собственника немножко начинать давать бизнесу больше автономности и заставлять команду работать лучше и более самостоятельно. После того, как совет адвайзеров является привычной или нормой даже, появляется консультативный совет. Очень смешанные формы, по большому счету, они во многом похожи. Единственное, что консультативный совет имеет большую степень автономности и свободы для того, чтобы собственник минимально вовлекался в дела компании, в оперативные, в операционные дела компании. То есть, по сути, стратегия реально ложится на плечи этих советов. Топ-менеджеры из этого консультативного совета все больше и больше выходят для того, чтобы самим являться подотчетными этому органу и уже работать над тем, чтобы воплощать в жизнь ту стратегию, которую этот орган эксперты смогли придумать. Вот как выглядит типичная схема консультативного и экспертного совета, когда владелец подкрепляет себя, или владельцы, акционеры подкрепляют себя советником в той области, которая им необходима. И совместно работаю с генеральным директором и основными топ-менеджерами компании для того, чтобы их сопровождать, помогать им развиваться и развивать все то направление в бизнесе, которое было разработано. Я постараюсь немножко ускориться. В двух словах об этом слайде. McKinsey провела исследование о том, что меняет для компании наличие совет директоров. Так вот, по их опыту, по факту прошедших сделок, компании с открытым коллегиальным управлением стоят намного дороже. Многие собственники мне говорят, что стоимость важна только тогда, когда продаешь компанию. А мы, в принципе, нам тяжело продаться, мы можем только извлекать прибыль. Но нельзя забывать, что это также влияет на кредитование, на репутацию на рынке. И в целом ее стоимость влияет на ее доходность, потому что данный орган позволяет эффективнее требовать от компании лучшей отдачи, добавляя туда постоянно новые знания. Пару слов о кейсе Леруа Мерлин, которым я провел много-много лет своей карьеры. 13, чтобы быть точным. Эта компания на самом деле пронизана и на всех уровнях использует коллегиальное управление. То есть все принимается совместно. Даже в любом гипермаркете есть свой совет директоров, так он называется. Так вот, если не говорить про это, а говорить про стратегический орган, то есть то, что можно назвать советом директоров самой бизнес-единицы, в зависимости от проблематик, которые возникали перед Леруа Мерлин, когда я там работал, будь то развитие сети, будь то консолидация форматов, поиск нового, омниканальность очень большая часть была, привлекались адвайзеры. Он был дателем совет, и иногда они были внешними, то есть это люди, успешные бизнесмены в России были, там такие, а также это может быть кто-то из группы компаний, Леруа входит в группу компаний Адэо, те же самые акционеры, что и у Ашана, у Декатлона тех, кто не знает. Всегда мы имели вот эту возможность, инструмент привлекать адвайзеров для того, чтобы обогатить и добавить те необходимые компетенции, чтобы развиваться быстрее. Вот типичный пример для тех, кто является конкурентом этой компании. Я так называл это, чтобы не раскрывать в данном случае конкуренты DIY, естественно, для Леруа Мерлен. Привлекая меня в данном случае в качестве адвайзера, мы, естественно, можем наилучшим образом и самым быстрым образом проверить ту стратегию, которая разработана у этих ритейлеров, применить наилучшие практики, которыми я владею, которые я оттащил в течение 13 лет и в России, и во Франции. И, соответственно, намного быстрее выйти на на те действия, на ту стратегию и в дальнейшем на те действия, которые необходимы, чтобы доли рынка эти завоевывать. Развивать топ-менеджмент и, соответственно, удовлетворять требованиям наших акционеров в этих компаниях. Вот последний, один из последних опытов и на данный момент, где я исполняю роль председателя совета директоров, независимого, также это стратегический Альянс Родиар, это компания, которая предоставляет охранные услуги, физические и технические, для очень большого количества игроков рынка логистики, ритейла и девелопмента. Так, в данном случае, компания Родиар требовалась адаптироваться под заменение рынка услуг, под потребности клиентов и цифровой трансформации. И на этом фоне мы друг друга, соответственно, нашли, и сейчас, проведя стратегию этой компании, мы ориентируем ее на новые методы работы, сформировали советы директоров и ориентируемся на другой пул клиентов и по-другому подходим к потребностям старых. Результаты, в данном случае, тоже очень хорошие, даже сегодня в кризис. Теперь, как найти, и на этом я завершу, как найти эти компетенции. Ассоциация независимых директоров создала фонд директоров АНД. Задача фонда развивать коллегиальное управление и с точки зрения популяризации его в российских компаниях доказывать, что этот инструмент один из самых эффективных с точки зрения развития бизнеса. Фонд директоров некоммерческой организации. Это платформа, которая объединяет всех экспертов АНД, то есть обученных в Академии АНД, об этом Игорь Розанов чуть позже расскажет, и также в британском институте директоров, который называется IOD, Institute of Directors в Лондоне, и который имеет большой опыт. Это опыт работы в компаниях с оборотом выше 10 миллиардов рублей. Не будем долго остановиться на этом. Для компаний работа с фондом означает следующее. Сформировав заявку и определив хотя бы минимально вашу потребность в развитии компетенции, вы обращаетесь в фонд, фонд бесплатно абсолютно вам подберет того эксперта, который является аккредитованным и сможет вам, если есть необходимость, посоветоваться о том, как построить совет директоров и о том, каким образом вовлечь эту экспертизу. Управляющий совет фонда состоит из нескольких людей с большим опытом. У нас есть и Александр Иконников, это председатель наблюдательного совета независимых директоров, Николай Расудов, Игорь Розанов, который выступит чуть позже, Валерий Лукин с огромным опытом советов директоров и Сергей Фродков, легенда на венчурном рынке, руководитель и совладелец акселератора Ideal Machine. Вы увидите, что у фонда есть несколько партнеров ключевых с очень громкими названиями в данном случае, с которыми мы работаем, но также фонд это в первую очередь люди, это сообщество больше 1200 членов АНД. Вы можете обратить внимание на должности и на компании, это часть списка наших выпускников без имен, конечно, которые я сюда привел. Только ключевые позиции члены совета директоров, генеральные директора, финансовые директора, руководители по маркетингу, ведущих российских компаний, чья экспертиза в доступе для вас при желании. Для того, чтобы связаться с фондом, контакты останутся у вас, обращайтесь, мы будем рады вам помочь, проконсультировать вас по вашей проблематике и подобрать вам наилучшего советника. Я напоминаю, что это услуга бесплатна. На этом я свой доклад закончил, благодарю вас за внимание и готов передать слово с Сергеем Леоновым для того, чтобы он нам рассказал про свои кейсы. Сергей Леонов представится, директор продвижения «Все эти хорошие выборы» и сооснователь Альянса оригинальных ритейлеров. Добрый день, Сергей. Да, добрый день еще раз, Алексей, и всем привет. Ну да, у меня такая миссия, я обычно занимаюсь ритейлом достаточно глубоко, операционным ритейлом, и все, наверное, мои выступления, они были связаны именно с этим. Ну вот, позвонил Алексей и спросил, могу ли я там рассказать немного о своем опыте как члены соеда директоров в разных организациях. Мне это показалось достаточно интересным, потому что это такая другая история, миссионерская другая история, и в этом смысле я имею опыт в работе соеда директоров, решил сделать такую презентацию. Она менее такая, может быть, она не получилась такой какой-то теоретичной, я постарался выложить и больше рассказать о том своем опыте в разных ролях участия в соеде директоров. Но, если, да, здесь не сразу получается переключать почему-то, на другой слайд, да, вот так. Да, мой опыт, ну, по сути, я занимаюсь сирочной торговлей наверное больше 20 лет, начинал это со стажа в Карфур, потому что Карфур собирался заходить в Россию, вот. Но, в основном, менеджмент, ключевой менеджмент, он из Карфура приехал в Россию и таким образом стал управлять такой компанией, как Мусмарт, поэтому есть такой опыт. После Мусмарта у меня был опыт создания собственной компании, два года я открывал свои магазины, привлекая деньги, потом уехал в Великобританию, приехал, занимался, был руководителем единых торговых сетей Центра Союза Российской Федерации, это потребка операции, много-много разных магазинов, разноформатных, профильных, вот, и пытался их создавать из этого сеть. Вот такой вот опыт, он достаточно многогранен, в первую очередь, как операционный менеджер, руководитель, как собственник, как консультант, отчасти, но все время только в ритейле. Сфера деятельности в основном это FMCG, в основном это коммерческие, конечно, организации, но была вот и кооперативная организация в рамках Центра Союза. Да, что-то пропадает. Я не знаю, можете написать, слышно меня или нет сейчас, потому что у меня почему-то перезагрузка прошла. Плюсики поставьте, я увижу. Да, спасибо большое. Да, значит, и вот когда Алексей задал этот вопрос, я начал как-то структурировать всю свою память по поводу совета директоров, и оказалось, что уже 13 лет занимаюсь этим. Так или иначе, нахожусь в каких-нибудь до советок директоров, но, правда, в разных ролях. И в 2007-2008 году, наверное, такой большой первый опыт был. Это собственная компания, магазины у дома в Москве, и мы привлекали деньги. Мы привлекали деньги, достаточно приличные деньги, и обязательным условием управления было введение инвесторов или представителей инвесторов, советских директоров. У этих людей был достаточно большой опыт. Они находятся в разных индустриях бизнеса, очень активные люди, граждане России и не России. И в этом смысле первый опыт совет директоров был меня, как собственника компании, как генерального директора компании, в котором совет директоров ходили еще и инвесторы. Второй опыт это единая торговая система Центра Союза, так как она была организована с одной стороны именно потребкооперация Центра Союза, такая кооперативная форма управления, которому принадлежало и в управлении ассоциативно принадлежит в управлении 86 обл. потребсоюзов и более 5000 районных потребительских обществ и более 50 тысяч магазинов, наверное. И были инвестиционный фонд, который со второй стороны был учредителем Центра Союза и в данном случае корпоративное такое управление и прозрачность достигалась тем, что я опять же был в роли генерального директора компании, конечно не был акционером, но были инвесторы, акционеры вот в этой истории. Дальше даже три компании, это партнер маркет Командор и Гулливер, по сути это лидеры на рынках Тюмени, Красноярского края и Ульяновской области, сейчас можно сказать по Волжье, все эти компании изначально давно выстраивали такие корпоративные определенные корпоративные культуры, в которые входят, конечно, корпоративные управления и они привлекали в большей степени экспертов рынка и продолжают привлекать для участия в формировании стратегии и участия в работе каких-то органов, которые созданы для работы Совета директоров, это органы, которые вырабатывают решения, по-другому их называют комитетами и я входил как активный член и руководитель двух комитетов и был членом Совета директоров независимого этих трех организаций. Сегодня я являюсь директором по развитию сооснователем Альянса региональных ритейлеров или франчайзинговой сети «Хороший выбор», в которой есть на части уже и кооперативные начала, есть акционеры, они же инвесторы и они же ритейлеры и для того, чтобы было все прозрачно, мы собираем франшизу не из отдельно стоящих магазинов, а из прям юридических лиц сетей и в этом смысле достаточно быстро растем, вот выработка корпоративных каких-то правил, стандартов, решений, оно очень важно в этом смысле. Вот получилось, что вот 13 лет в разных апостасиях я занимаюсь и работаю в советах директорах. Кстати, чтобы перейти к следующей странице, могу сказать, что все компании, которые вступили на путь управления через совет директоров с участием советов директоров никогда больше от этого не отказывались. Но вот на моей памяти настолько эффективна была работа, они меняли членов, ракировали членов в зависимости от своих задач, изменений стратегий, но пользу, которую они получали, все акционеры однозначно говорили, что он достаточно большой был. Здесь важно еще, вероятно, сказать о, чтобы никакой путаницы не было, как я себе представляю ролью уровня управления и места вот каждого из таких советов в управлении организации. Конечно, высший орган это совет акционеров, это сами акционеры, такой и цель ее, наверное, это определение общих каких-то целей деятельности компании, а вот если идти чуть-чуть ниже, как такой первый, такой операционный большой орган, стратегический, даже не операционный, стратегический орган, это совет директоров, целью которого является определение конкретных стратегических задач и способов их достижения. Чуть дальше расскажу про более глубокие роли, может быть, это советы директоров, вот, и дальше уже это менеджмент, это реализация выдвинутых задач, вот, такая вертикальная структура управления, на части является одним из паззлов такого большого понятия, как корпоративное управление, и роль совета директоров, оно достаточно большое между акционерами, их желаниями, хотелками, знаниями, там, опытом, все, что они хотят в своих целях до, соответственно, менеджмента, вот эта вот централизованная такая стройка между советом акционеров и менеджментом дает возможность общаться с менеджером и ставить задачи достаточно на профессиональном языке, но, тем не менее, знание, опыт людей, которые входят в себя директоров, слышат и понимают язык акционеров. Часто бывает, что акционеры, которые не находятся в управлении, им сложно донести свои задачи менеджерам, а менеджерам очень сложно достучаться до акционеров, если речь идет о более больших, может быть, компаниях, но все-таки во всех компаниях, в которых я был член в свете директоров, это были какие-то средние компании, наверное, самая большая, с товарооборотом была миллиардов 30 рублей. Вот, если спросить меня, какие две большие роли я вынес вот из этого своего 13-летнего опыта, то их две, по сути, даже не роли, а функций, их две, которые я могу охарактеризовать как некое стратегическое управление в части управления персоналом, управления активами или технологиями, если актив является технологиями, это, ну, в моем случае, так как это ритейл, это всегда было управление клиентами, товарами, все, что касается такого большой, большой политики, вот такой, и, конечно же, управление финансами. По сути, это четыре политики, на которых строится это стратегическое управление, в рамках которой формируются задачи стратегические, и союз директоров часто принимает основные и ключевые стратегические решения. И вторая функция, это надзорная функция над деятельностью компании, это выполнение как раз контроль, утверждение этих ключевых решений, предложение более эффективных решений, это какие-то контрольные функции в части каких-то финансовых и операционных показателей, но не только. Так или иначе, это два большие функции, которые я выделил бы, которые занимают, наверное, основную часть, наверное, функциональность тех советов-директоров, в которых я работал, но, тем не менее, задачи советов-директоров обычно намного шире и намного ценнее. ну, вот, например, например, как я себя чувствовал, какую ценность воспринимал я от работы в совете директоров, если я являлся соучредителем, являлся одним из акционеров. Вот, пять вещей, которые я для себя вынес, это, в первую очередь, конечно, это контроль, инструмент контроля над операционной деятельностью, он очень структурированный, он не дерганный, и в этом случае ты даешь возможность в рамках каких-то среднесрочных задач работать менеджменту, но, тем не менее, это очень структурировано контролируешь деятельность компании, воспринимаешь отчетность, может быть не только со слов менеджера, но и тех людей, которые ходят в сет директоров, и в данном случае это может быть достаточно многогранней, чем собственное понимание, собственное видение. Второе, безусловно, для меня, это было минимизация рисков принятия решений. безусловно, когда ты один принимаешь решение, шансы, что ты сделаешь что-то некорректно, неправильно, и примешь неправильное решение, оно, конечно, больше, чем ты согласуешь это решение, и, по сути, слышишь другие альтернативные решения людей, также опытных, более того, может быть, значительнее опытный, чем ты. Третье, это возможность использования других компетенций для решения задач. В ритейле, я не знаю, как во всех бизнесах, потому что, в общем, вся жизнь в этом ритейле, но ритейл это очень многогратная штука, там есть IT, там есть товары, там есть общение с покупателем, там есть логистика, там есть производство, есть такая многопрофильная задача, но так или иначе ты не можешь быть талантливым во всех этих профилях, и возможность использовать другие компетенции, которые углублены, так же, как ты, например, в операционную деятельность, они, конечно, помогают и дополняют друг друга. Четвертая, такая вот роль, которую я для себя выделил, это не роль, а вот польза, инструмент бесконфликтного существования, потому что, если акционеров несколько, более того, существование менеджмента акционеров, не всегда, оно проходит гладко, в разные времена управления компанией, жизни компании возникают, как вы понимаете, разные случаи, вот часто бывает, что совет директоров является таким сглаживающим конфликты и ситуации органам, часто как раз этим занимается независимый член совет директоров, и в данном случае это большая польза, если мы говорим о команде, как совет директоров это команда, то вот такая роль, она очень-очень важна, и безусловно это инструмент принятия очень сложных стратегических решений, который может вообще поменять собственное видение, как ты видишь компанию через 5 лет, через 10 лет, буквально 3 месяца, и мы с вами вообще понимаем точно, что рынок он сильно будет меняться, будет микс бизнес-моделей в ритейле, будет микс формата в торговле, будет рост каких-то одних направлений, будет падение других направлений, и безусловно это отразится на стратегии будущих 5 лет, и эти решения они очень сложные, тебе нужно действительно понять, изменить, и тебе нужна помощь в этом случае, она точно в плюс. Значит, вот дальше если оценить, когда я операционный руководитель компании, например, генеральный директор, что я видел, какую пользу видел я от советов директоров, первое, что я для себя записал, я какой-то такой урок вынес для себя, потому что ты как ответственный человек, генеральный директор, управляешь компанией, берешь ответственность на себя, принимаешь решения, ряд решений, ты должен сознаться, что они были неправильные, некорректные, и ты же взял на себя эту ответственность, это твои решения, и в данном случае ты получал достойную критику на совете директоров, от акционеров в части принятия вот этих нестандартных, может быть, неправильных решений. Так вот, для меня совета директоров как генерального директора в первую очередь это разделение ответственности за принимаемые решения, вот это прям ключевая штука для генерального директора, когда я могу разделить эту ответственность в решении с другими членами команды, членами совета директоров. И в данном случае, если происходит ошибка, хотя она минимизируется, если ты выносишь на обсуждение достаточно важный и ключевой вопрос, она минимизируется, потому что участие многих людей в этом происходит с разным опытом, но и происходит разделение ответственности. То есть такого давления, которое может испытывать просто генеральный директор от своего акционера, который тебе доверял, доверил роль, ты ее не выполнил по разным причинам, по мнению акционера, то в данном случае здесь нет разделения ответственности, виноват ты. Ответственность акционера лишь в том, что он принял тебя на работу и поверил тебе. И если ты не разделяешь ответственность с ними, то возникновение конфликта между руководителем и акционерам оно в большей степени может состояться. А нездоровая обстановка именно в этих двух органах руководители компании акционерами это точно не на пользу компаний, не на пользу клиентов компании. Второе, что я выделил бы, это оценка операционной деятельности за период и важно, что не вмешательство в операционное управление в этом периоде. Что я имел в виду? Если я руковожу компанией, я не хотел бы слышать телефонные звонки, задачи, вопросы от акционера. У меня есть стратегии, у меня есть задачи, у меня есть среднесрочные планы, у меня есть ответственность и мои коммуникации с моими сотрудниками и я строго иду по тому пути, по плану, который наметил и выдергивать меня не нужно. Это не значит, что акционер не имеет права. Конечно, имеет право. И совет директоров это как раз возможность, это право применить. На совете директоров есть определенная отчетность, есть обратная связь от этой отчетности, есть корректировки, но и в то же время в самом периоде от совета директоров до совета директоров ты имеешь возможность управлять компанией как компетентный человек. Из опыта я знаю, что доверие приходит со временем и бывало так, что первые советы директоров проходили ежеквартально. А потом при возникновении доверения, при хороших показателях, советы директоров проходили раз в полгода, а может быть даже раз в год. И ты получаешь какой-то огромный наплыв энергии, когда понимаешь, что тебе доверяют и ты имеешь право в долгосроке управлять данной компанией, особенно с большими ресурсами. Третье, это использование опыта и на других членов совета директоров. Обязательно нужно уметь слышать. Я не думаю, что руководитель может быть максимально эффективен, если он слышит только себя. И совет директоров, если хотите, это определенным образом манипуляция, посмотреть, насколько данный руководитель слышит только себя. Насколько он слышит других опытных людей, насколько он этот опыт применяет в своей деятельности. Это очень характерно. Люди, которые действуют я сам себе голова, кивают головой, но ничего не делают, по сути, не всегда, часто, скорее, не приводит компанию к успеху. Как только ты получаешь вот это доверие на совете директоров, ты можешь строить компанию и делать очень креативные вещи. То, что сейчас модно называют трансформациями. Когда я начинал всем этим делом заниматься как руководитель, это называлось управлением изменениями, глобальными изменениями. И это высочайшая степень, по сути, доверие акционеров к тебе как руководителю, когда ты имеешь право, в общем, изменять даже бизнес отчасти в достижении своих целей. Ты можешь менять форматы, если говорить про магазины, в аптеках продавать шляпы. То есть, вот, нет предела такой предпринимательской, руководительской креативности. То есть, ты имеешь возможность раскрыться как руководитель. При достижении доверия. Но доверие ты можешь почувствовать, на мой взгляд, я чувствовал только в момент, когда советы директоров давали тебе обратную связь о качестве этого управления и в определенный момент времени говорили, ребята, зачем нам встречаться ежеквартально, давай раз в год, ведь все понятно нам, нам все прозрачно. Вот это потрясающе. И, конечно, это инструмент для принятия сложных стратегических решений. Безусловно. Дальше. Дальше, если говорить уже о третьей функции своей, это когда я независимый член сайта директоров, вот как раз компания Гулливер, Командор, Партнер Маркет, это компании, в которых я работал членом сайта директоров независимым, работал в каждой компании минимум два года. То есть акционеры утверждали меня на будущий срок, вознаграждали, и в этом есть тоже определенный плюс. Тоже выделил для себя такие пять функций интереса. Почему мне интересно было работать как членом независимых сайта директоров? Во-первых, это возможность использовать свой опыт и навыки на решение амбициозных задач. Есть небезызвестные пирамиды Маслова в какое-то время и возрасте это, кажется, теорией, ты осознаешь, но тем не менее теории, но с какого-то времени ты понимаешь это, что вовсе это не теория. В определенный момент существует какое-то внутреннее требование выдавать ту информацию, которую ты получил за это время, за этот опыт. И это безумно здорово, это безумно качественно. Это важно человеку, который стремится. Второе, это оценка компетенции и опыта. То есть, если тебя зовут быть независимым членом совета директоров, это определенным образом эго, а для людей активных потешить свое эго, получить признание даже вот так. Утрируя, смеюсь над словом эго, ну, это скорее признание, да, это очень важно. Третье, это неформальное общение, формирование круга помогающих решать вопросы. На сайте директоров встречаются очень известные, может быть, очень продуктивные, очень эффективные, очень опытные люди, и никто из них не уходит из мобильного телефона, и они в любой момент возьмут трубку и помогут тебе, если ты даже не работаешь с ними. Вот такое неформальное общение дополнительно, оно позволяет, конечно, много решать вопросов на пользу компании. Роль независимых членов сайта директоров, в том числе и в этом. Четвертое, это удовлетворение амбиций в части внедрения новых бизнес-моделей и трансформаций, то есть ты, если знаешь, ты опытен, и ты не внедрил это в своих компаниях, и у тебя есть глубокая экспертиза, то у тебя есть возможность именно через эту компанию, в сайт директоров, в которую ты входишь, вот эту некую инновацию, которую ты носишь, внедрить, это очень важно. И пятое, конечно, это вознаграждение. Вознаграждение, вообще получать вознаграждение за то, что ты любишь делать, используя свой опыт, это просто потрясающе, поэтому я поставил этот путь, хотя отчасти это может быть вторично. Ну, для меня, опять же, извините. что еще я бы хотел бы отметить, заканчивая уже презентацию, мне почему-то казалось, что я все быстро сделаю, это ключевые роли независимых директоров, вот уже перейду к независимым директорам, опять же, я для себя определил, что нужно собственникам, акционерам в компаниях, которые работал. В 70% случаях, простите, конечно, мне сложно измерить, я просто показываю приоритеты, там 70 или 70, неважно, самый большой приоритет для них был, когда они набирали советы директоров, это поиск опыта, помощи через комитеты и работы с менеджментом и управлением изменениями, независимый аудит, то есть понимание независимого человека, что происходит в компании, когда их глаз замылился, понять, насколько экспертами являются менеджеры, по сути, вовлечь вас в некие, если вы опытный человек, в некие проекты, в некие стратегические задачи, может быть, даже как роль консультанта, управление проектами, вот это самое большое, наверное, из всех. В 50% случаях, наверное, это такая штука, как модерация и навыки, связанные с ведением совета и формированием стратегий. То есть, вот совет директоров, это не просто люди, которые самодостаточные собираются за столом, их нужно модерировать, у каждого должна быть своя роль. Давно-давно в бизнес-школе нам преподавали, что есть 9 разных ролей, кроме опытных людей, которые собираются за столом, существуют у каждого свои роли. И вот баланс подбора совета директоров, в котором один следит за комфортом людей, другой координации их действий и вопросов, третий дает оценку, то вот вот эта рольная штука, ролевая штука в 50% случаях обязательно важна для акционеров компании, которые работали, поэтому вот половина времени это была модерация, качественная модерация людей, которые являются членами седдиректоров для постановки правильных вопросов, выработки решений, чтобы это не было там просто голосованием колхозников. В 30% случаев, то есть в меньшей степени, это нивелирование конфликтов между акционерами и между менеджментами акционерами, о которых я говорил, такие случаи бывают, ты их чувствуешь, когда ты находишься в сайте директоров. Это не когда в тебя кидают пепельницы друг в друга и когда друг друга угрожают. До этого нельзя, конечно, допускать, даже в моей жизни такого не было никогда. Это когда ты находишься в этом стратегическом управлении, в сайте директоров, ты понимаешь мелкие подколы, подоплеки, и ты можешь это нивелировать, если ты эта роль, на мой взгляд, тоже независимого члена цели директоров. Также взаимодействие со СМИ, инвесторами, это важная штука, которая позволяет независимому, с одной стороны, с другой стороны, опытному, экспертному человеку, часто с Эминем, иметь возможность проведения переговоров с крупными инвесторами или выкладывания в СМИ точки зрения Совета директоров, как независимого члена Совета директоров. И это играет только в пиаре на открытость организации, что тоже очень важно для привлечения инвестиций и так далее. И в меньшей степени это такая вот роль была у меня, как независимый член Совета директоров, это представление интересов миноритариев. Это вот в частности в потреб кооперация, когда есть акционер большой Центросоюз, второй большой акционер. Это инвестиционный фонд, который давал на трансформации деньги, и районные потребительские общества, которые отдавали магазины в ретрансформацию, которые были в их управлении, мы заводили их в Советы директоров, для того, чтобы они понимали всю прозрачность, принимая их решения, и в определенный момент времени эту роль они комплектовали через независимые члены Совета директоров. И в данном случае вот эти районные потребительские общества, они до Совета директоров вырабатывали свои мнения по разным вопросам, которые должны были обсуждаться на Совете директоров, а независимый директор их как раз задавал и предлагал решение. Вот, на мой взгляд, вот эта вот фраза, она, наверное, эмоционально говорит о том, что мой личный опыт, он говорит о том, что Совет директоров это точно признак прозрачного корпоративного управления, и в результате это больше эффективно, и значительно больше эффективно. идеальный для меня совет, я так скреативил, думаю, вот, может быть, какие-то вопросы будут на эту тему, но вот идеальный совет директоров из моего опыта, это когда есть акционеры мажоритарии, это когда есть один независимый директор, имеющий глубокий опыт в индустрии, то есть, это такой вот бенчмарк, руководитель, креативный, и второй независимый директор, который представляет акционеров, миноритариев или кредиторов или инвесторов для прозрачности управления, и, конечно же, в этот коллектив должны входить топ-менеджеры, ведущие вот это операционное управление. По сути, вот я рассказал про свой опыт, и если подводя итог к нему, то, конечно, это и открытость, и прозрачность, это эффективность, это результативность, а сейчас я даже не понимаю, как без этого жить, и мои партнеры, коллеги, все ведут, с которыми я работал, все ведут советы директоров, и это просто возносит на другой уровень. Если честно, это конкурентное преимущество, абсолютно точно, перед компанией, у которого такого управления не существует. Не все Илона Маске, хотя он тоже подчиняется совету директоров. Все, спасибо. Алексей. Спасибо большое, Сергей. Отлично, я считаю, раскрыли эту тему. Сейчас мы ждем презентацию Игоря. Елена, если можно. И Сергей, мы вас благодарим, если будут вопросы, мы потом в конце подключимся еще раз. Все, слово Игорю. Спасибо большое за возможность выступить. Скажите, меня видно и слышно? можно написать какой-нибудь плюс в чат. По крайней мере, важно, наверное, чтобы сейчас на экране была презентация. Если презентация, да, она есть. И вопрос, меня все-таки слышно? Меня не видно. Камера у меня включена. Слышно и видно. Хорошо. Все, тогда прекрасно. Если все в порядке, если все в порядке, тогда давайте пойдем дальше. Спасибо за возможность выступить. И пока можно не показывать следующий слайд, можно пока сделать на обложку. Да. Я действительно согласен с тезисом, который только что прозвучал. Совет директоров это интересное и важное конкурентное преимущество в сегодняшней ситуации. Но вопрос в том, что почему так мало компаний все-таки этим инструментом пока что пользуются. И вот когда мы задаем себе вопрос, очень интересно поискать на него ответ. Что касается меня лично, то я сам имею опыт работы в консультативных советах частных компаний в советах директоров компании с государственным участием. Мой предыдущий опыт когда-то давно тоже лежал в сфере ритейла. Я вот сейчас слушая предыдущих ораторов вспомнил, что до 2011 года я будучи генеральным директором возглавлял ритейл-сеть компаний Baltica Group много лет. Это российское представительство скандинавской компании. Поэтому очень хорошо представляю себе проблематику ритейла, чем он занимается. а последние почти 10 лет я занимаюсь вопросами корпоративного управления. Как я сказал, имею собственный опыт. И помимо этого еще наблюдаю через какие трансформации проходят компании. Почему одни создают успешный совет, почему у других не получается, почему какие-то компании хотят, но не создают советы директоров. И для меня лично это такая сфера профессиональных интересов. Мне интересно самому в ней разбираться и разбираться глубже. И вот попробую ответить самому себе на этот вопрос, почему все-таки компании не создают советы. Да, я, наверное, что я сделаю сейчас, у меня, я так думаю, что немного времени уже осталось, максимум минут, наверное, 7. У меня будет две части. Первая часть, как раз поговорим, почему кто-то создает, кто-то нет в частных компаниях. Может быть, какие-то моменты будут дополнением к тому, что уже сегодня прозвучало. А во второй части я очень коротко коснусь тех вопросов, вот Алексей меня попросил, коснусь тех вопросов, как подготовить компанию к созданию коллегиального органа управления, будь то совет директоров или консультативный совет. Хорошо, тогда вот такой у меня план. И так сейчас можно показать следующий слайд. Есть такая организация в мире, это IFC, Международная финансовая корпорация, она очень плотно работает по всему миру с частным бизнесом, инвестирует в него, и вот они замечают интересную историю, что какой основной триггер появления вообще корпоративного управления в частном бизнесе, когда все-таки появляется совет директоров. И они заметили очень интересный факт, что в принципе большинство частных компаний чувствует себя достаточно хорошо, в целом, до момента, когда их владельцы управляют бизнесом сами. Пока владелец погружен в бизнес, полностью уделяют ему свое время, свое внимание, драйв и эмоции, как правило, компании развиваются успешно. Но заметили IFC, как только владелец или владельцы планируют выйти из операционного управления или передать бизнес, или просто меньше уделять его внимания, IFC замечает, что большинство частных компаний не очень долго существует. И пусть эта цитата, которая выведена на этом слайде, пусть эта цитата принадлежит международным инвесторам, в нашем российском бизнесе мы видим достаточное количество подобных примеров. ситуация с магнитом на наш взгляд является одним из показательных моментов, когда владелец компании в какой-то момент отойдя от операционного управления, уже потом просто не смог в нее полноценно вернуться, просто потому, что он уже в какой-то момент вышел из нее, и ему было сложно вернуться туда так же, как он это делал раньше. И в общем-то мы знаем, чему это привело, компания в компании теперь другой акционер, мы видим то, что произошло с компанией Сэла, когда также на которой возглавляли владельцы и компания, когда они отошли от бизнеса, компания в прошлом летом была продана совершенно неожиданно другому ритейлеру, хотя компания в общем-то не собиралась продаваться, а просто вот та система управления, которая осталась после того, как владельцы основатели отошли от дел, она видимо не справилась с теми вызовами, которые перед бизнесом стояли. Поэтому что происходит с компаниями действительно, когда владельцы отходят? И вот наши коллеги за рубежом говорят, что действительно компании могли бы гораздо больше быть эффективнее и повысить свои шансы на выживаемость, если бы заранее создавали у себя структуры правильного корпоративного управления. Что-то значительно бы упростило процесс синхронизации интересов и компании, и менеджмента, и всех акционеров, если бы компании это делали как можно быстрее, пока еще владельцы полноценно у руля. Поэтому на наш взгляд действительно один из самых главных триггеров это вопрос сменяемости и вопрос отхода владельцев основателей бизнеса от операционного управления. Тем не менее, пожалуйста, следующий слайд, покажите. Тем не менее, мы видим, что даже несмотря, казалось бы, на такую может быть где-то очевидную вещь, мы видим, что все равно практика советов директоров в частном бизнесе, пока еще мы не можем назвать ее сформировавшейся устойчивой, она только набирает обороты. Интересно разобраться, почему, что препятствует, что мешает владельцам решиться на такой, казалось бы, шаг, который действительно напрашивается, сделать компанию более устойчивой к тем вызовам, с которыми она точно рано или поздно соприкоснется. И здесь мы на три вещи для себя обратили внимание, когда наблюдаем то, что происходит на рынке в целом, и в ритейле, и в других областях, FMCG, логистикам, что, конечно, бизнес в России традиционно он управляется, так сказать, неформально, владельцы сами у руля, и они сами по себе в какой-то момент мало заинтересованы в создании четко сформулированных политик и процедур. Понятно, если ты сам всем управляешь, то тебе не всегда нужны вот эти практики, политики, регламенты и положения, чтобы ты сам себя не ограничивал. Это как бы такая первая особенность российского бизнеса. Вторая история про то, что по-прежнему, несмотря на то, что об этом много говорится сейчас, и много образовательных историй проходится, и мы в том числе делаем у себя в Академии АНД, все равно до сих пор вот эти лучшие практики, свойственные таким вот уже состоявшимся зрелым компаниям, для многих частных компаний оказываются в новинку, в диковинку. Например, не у всех компаний из упомянутых выше сфер деятельности присутствуют среднесрочные и долгосрочные стратегии. То есть, как бы компании развиваются больше ситуативно, больше год к году, нежели согласно какому-то среднесрочному или долгосрочному плану. В совсем небольшом количестве компаний есть полноценные планы преемственности для генеральных директоров или для управленческой команды, развернутые системы мотивации для топ-команды. То есть, к сожалению, пока что для большинства наших бизнесов такие вещи остаются в диковинку. Ну и, конечно, еще один фактор, который точно влияет на то, что корпоративное управление еще пока что не так распространено в России, это, наверное, такие личные факторы. Еще раз повторю, что многое завязано, конечно, на личность владельца или на взаимоотношениях между владельцем и другим владельцем, владельцем и менеджментом. Конечно, это все всегда добавляет эмоций, и вот этот вот клубок, его очень трудно бывает как-то его расшить, разделить между ними различные функции, стратегические или операционные, так как присутствует очень сильный личностный или эмоциональный момент. Поэтому вот три вещи, неформальность управления, недостаток таких вот передовых практик и личные факторы, на наш взгляд, пока что препятствуют такому полноценному развитию корпоративного управления, то есть совета директоров в частном бизнесе. Тем не менее, следующий слайд, тем не менее, на наш взгляд есть факторы, которые сегодня на наш взгляд должны сломить вот эту привычную парадигму российского бизнеса и все-таки приведут нас к тому, что такие практики коллегиального управления, как совет директоров или консультативный совет, они получат гораздо большее распространение в частном российском бизнесе. Мы условно разделили их на две категории. Первая это психологические факторы. Наверное, многие из нас читали о Дизеса, вот он там пишет «Кризис предпринимателя». Что это такое, наверное, многие из вас знают, ну и вот мы тоже, когда вот работали с владельцами бизнеса и помогали создавать советы директоров, один из владельцев сказал нам, что, ну что же я буду в своем бизнесе, как раб на галерах получается, все время 24-7 к нему прикован или мне его продать. То есть я не хочу ни того, ни быть прикованным постоянно к своему бизнесу и продавать я его тоже не хочу. Вот такой вот предпринимательский кризис, то есть что же делать в конечном итоге. И вот данный предприниматель, которого я имею в виду, он вот этот свой, вот эту свою дилемму предпринимателей решил как раз вот с помощью создания такого коллегиального органа Совета директоров. Но в основе его лежал вот этот вот действительно предпринимательский кризис. Что же я действительно всю жизнь буду прикован к своему бизнесу до конца или я могу как-то найти иные формы, более созвучные мне сегодняшнему взаимодействия с ним. Вот это важный момент. Второе, мы видим, что часто в какой-то момент люди, которые создавали бизнес и уделяли ему все свое внимание на этапе старта, у них происходит смена жизненных интересов или жизненных приоритетов. Кому-то просто хочется уделять внимание чему-то большему, каким-то, может быть, другим бизнесом, другим направлением своей жизни. И вот это тоже такой интересный психологический триггер. Мы видим появление советов директоров в частных компаниях. Ну и наконец, мы все понимаем, что рано или поздно все равно компании, которые мы создавали, все равно их придется передавать. Ну как-то надо будет кому-то передавать. То есть транзит власти в частном бизнесе он так или иначе рано или поздно произойдет. И встанет вопрос, кому владельцы будут передавать свой бизнес. Либо это будут наследники, либо это будет профессиональный менеджмент. Если это будет менеджмент, то как вы будете им управлять? Поэтому все вот эти моменты, психологические, они, вот эта вот идея создания советов директоров и корпоративного управления, она начинает получать большее распространение. Это что касается психологических факторов. И есть еще, на наш взгляд, ряд бизнес-факторов, а именно, что мы видим сегодня, таких бизнес-факторов имеется в виду чуть более объективное, если первые такие психологические, то это вот более объективное, бизнесовое. Мы видим сегодня, что бизнес быстро меняется, да, на глазах. Компании вчера было 100 человек, сегодня уже тысяча. Развиваются такие направления, как цифровая трансформация, digital. И владельцы сами говорят, что зачастую им просто самим не хватает компетенции разобраться в том, что, насколько мир изменился. Какие-то компетенции в digital, управление вот этими большими, уже большими командами, большим количеством сотрудников, это все, в общем, вещи, которые требуют профессионального подхода, профессионального подхода к управлению. И это как раз повод, о чем говорил Алексей в начале, конечно, это один из поводов привлечь независимых директоров или независимого эксперта к соответствующими компетенциями, которые бы помог вот эти функции отстроить. и вот еще здесь вот есть на экране, я не буду, наверное, сейчас все перечислять, есть еще один интересный момент, потребность в новых идеях при нахождении на оплату бизнеса. Я думаю, что сейчас вот то, что в той ситуации, где оказались мы все, вот тот самый пресловутый кризис, неопределенность, пандемия, вот этот локдаун, все это приведет к тому, что возрастет, конечно, запрос на новые идеи, как жить, как развиваться бизнесу дальше. Видимо, сейчас это приведет к тому, что компании будут испытывать, с одной стороны, потребности в новых идеях, как развиваться, и с другой стороны, они будут испытывать потребности в экспертизе, которая может помочь осуществить эти изменения. Потому что, если в компаниях, априори, компании были менее гибкие, то, конечно, просто так вот по щелчку взять и измениться бывает довольно сложно. И поэтому такие компании скорее всего будут испытывать, как я сказал только что, во-первых, потребность в новых идеях извне, и во-вторых, потребность в помощи, в организации этих перемен, которые будут созвучны в духу времени сегодняшнему. И это, на наш взгляд, приведет, в общем, к развитию вот этой практики консультативных советов, когда компании, приглашая независимых директоров в консультативный совет, или в советы директоров, они будут тем самым привлекать вот эту новую экспертизу, новые идеи, новый опыт, который так многим компаниям сегодня не хватает. Это, что касается вот общей ситуации с корпоративным управлением в частном бизнесе. Сейчас я тогда перейду коротко ко второй части, очень быстро. Как подготовить компанию к совету директоров? Следующий слайд. Конечно, это тянет на самом деле на большой семинар, и у нас, в общем, в Академии АНД есть специализированные программы, на которых мы очень подробно рассматриваем действительно, как подготовить компанию к появлению консультативного совета или совета директоров, или как акционерам подготовиться. Но сейчас, наверное, очень коротко, не буду перечислять здесь все, что есть на слайде. Наверное, вот главное, что здесь есть. Главное, это компанию действительно надо подготовить к появлению совета. Что это значит? Это значит, что в какой-то момент времени сказать, что раз у меня завтра будет консультативный совет или совет директоров, будет довольно сложно. Нужно пройти через определенные этапы. Конечно, нужно постараться систематизировать то, что можно систематизировать, а именно, насколько отлажен в компании процесс бюджетирования, насколько регламентированы отлаженные основные процессы. Есть ли в компании какие-то ключевые политики, которые регламентируют деятельность менеджмента или действия менеджмента в каких-то ситуациях, начиная от инвестиционной политики, заканчивая коммерческими политиками и так далее. Конечно, нужно позаботиться заранее о том, чтобы в компании была такая зачатки системы создана. Потом, конечно, создавать консультативный совет или совет директоров, если у вас элементарно нет управленческой команды, полноценной, конечно, тоже будет преждевременно. Нужно убедиться, что у вас ключевые люди расставлены по местам, что у вас есть более-менее сформированная команда топов, они замотивированы, заряжены, да, их нужно развивать, и это можно сделать как раз с помощью независимых директоров, но базово люди на местах есть, потому что мы сталкивались с такими ситуациями, когда ожидалось, что члены консультативного совета или независимые директора придут и сами будут руками все делать. Нет, они сами руками делать не будут. Делать руками должен топ-менеджмент в тесном контакте с независимыми директорами, поэтому, конечно, управленческая команда должна быть сформирована. И третий очень важный момент, конечно, нужно формировать культуру, формализовать ценности модели поведения, развивать культуру, немножко менять вот эту культуру, которая свойственна всем предпринимательским компаниям, когда решения принимаются единолично, постепенно менять это на культуру коллегиального принятия решения, добиваться, чтобы топ-менеджмент также принимал решения коллегиально. Это можно сделать в формате управляющего комитета или в формате правления. Вот эту культуру коллегиального принятия решения, культуру ответственности, культуру дисциплины, это все очень поможет и будет хорошей базой для появления в компании консультативного совета в будущем или совета директоров. Как подготовиться акционерам? Следующий слайд. Следующий слайд покажите, пожалуйста. здесь тоже очень коротко наверное отмечу, если у вас в компании появился совет, консультативный совет или сайт директоров, это означает, что так или иначе наверное вы уделяете меньше, вы как акционер уделяете меньше времени операционному управлению. у вас есть либо исполнительный директор, либо может быть генеральный директор, назначенный новый, поэтому очень важно конечно поддерживать его лидерство здесь, не нарушать, не переходить его границы, поддерживать его, помогать, потому что теперь в общем генеральный вот этот вот человек он отвечает у вас за операционное управление и ему нужно в этом помогать. Не быть как это как это чайка, вот такой есть эффект тоже, кто-то писал, что иногда владельцы как это те владельцы, которые отходят от бизнеса, они имеют свойство периодически прилетать обратно, как-то наводить свои собственные порядки и улетать и улетать. Поэтому очень важно себя от этого ограничивать, не быть вот такой чайкой, а все-таки действовать в соответствии с новым распределением полномочий между вами, советом директоров и консультативным советом. Поэтому очень важно установить границы. И скорее всего если вы создаете у себя консультативный совет или совет директоров, принципиально важно конечно подумать о вашем лидерском стиле. Вы привыкли принимать решения сами всегда, теперь придется принимать решения вместе, вместе с коллегиальным органом, с консультативным советом или советом директоров. Нужно учиться доверять, нужно учиться работать в команде равных людей, которых вы пригласили в совет. Изменение лидерского стиля очень важно. И наконец последний слайд покажу здесь следующее. Развитие корпоративного управления в частных компаниях, такая очень короткая последовательность действий, с чего начать и как бы это все могло развиваться. Конечно, мы рекомендуем в Академии АНД начинать с того, что понять проблематику. Зачем вам совет или консультативный совет или иной коллегиальный орган, как он сочетается с вашими целями как владельца. Очень важно. Какие у вас цели акционерные и зачем вы создаете коллегиальный орган управления, консультативный совет или совет директоров. В зависимости от этого вы уже можете двигаться дальше. Если вы четко знаете, зачем, и это сочетается с вашими целями, вы можете идти вперед. Дальше следующий этап подготовка компании. Мы коротко об этом поговорили сейчас. Дальше вы идете следующий этап это привлечение внешней экспертизы. Об этом подробно рассказал Алексей либо в формате адвайзеров, либо в формате консультативного совета. И когда вы начинаете испытывать в полной мере доверие к этому органу, следующий шаг это создание формализованного совета директоров, внедрение соответствующих процедур. Здесь можно сказать, что у вас создано то самое корпоративное управление, которое действительно работает на эффективность, работает на результат, работает на повышение конкурентноспособности вашего бизнеса, а вам, как владельцу, позволяет сделать шаг в сторону от его операционного управления. Спасибо, я бы здесь закончил, и тогда, Алексей, возвращаю тебе слово. Добрый день, еще раз, кто к нам присоединился, спасибо большое, Игорь, было очень интересно и практично, спасибо за информацию у каналов, да я подчеркну, что действительно АНД, наверное, является сегодня в России ведущим центром формирования экспертизы с точки зрения обучения корпоративного управления, как через партнеров IUD, британцев, также через саму АНД Академию, очень полезно и все собственные. Да, через собственные программы, у нас есть программы для тех, кто сам планирует работать в советах директоров частных компаний, есть программы для тех, кто как раз хочет создать у себя совет директоров, да, ну, действительно, это вот наша основная сфера деятельности. И я добавлю одну информацию буквально для участников, сейчас в условиях как раз пандемии или окончания пандемии АНД проводит уже практику онлайн-советов, для тех, кто хочет попробовать, как это общаться с экспертами, можете тоже к ним обратиться, и я вот знаю компании, которые довольны этим общением, позволяют немножко познакомиться с этим форматом, чуть-чуть приблизиться к тестированию, скажем так. У нас сегодня я посмотрел вопросов в данном случае нет, насколько я знаю, видео вебинара будет доступно, наши контакты в этой презентации имеются, мы всегда рады на них ответить, так что обращайтесь, коллеги, мы подскажем, и естественно это общение, это общение всегда, всегда конструктивное, а если есть проблемы и вообще хочется поговорить на тему советов директоров, фонд директоров АНД всегда готов бесплатно с вами на эту тему подумать и посоветовать вам наилучшие решения или найти эксперта. Я вас благодарю за внимание, за то, что вы были с нами и желаю вам успехов в бизнесе и успехов в развитии новой, в новой среде. Надеюсь, советуем директоров. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok